Друзья, я сразу извиняюсь за ущерб, который нанесет это видео вашему кошельку. Туфли, которые я покажу вам в этом видео, они нереально красивые. Они привлекают к себе внимание, они вызывают комплименты и сворачивают шею. Мы рассмотрим те туфли, которые выделяются на общем фоне. Когда ты их надеваешь, то они поднимают твой уровень стиля, и ты выглядишь бесподобно. Первые в списке у нас идут окрашенные вручную оксфордские броги. Ну-ка, взгляните-ка на эти туфли, они восхитительны. Что мы тут можем заметить, это патина. Заметим раскраску из разных цветов. Есть светло-коричневый, темно-коричневый, немного черного. Все потому, что эти туфли красили вручную. Человек приложил к этому руку и сделал уникальный рисунок. Сам по себе стиль классический. Многие из вас знают, что оксфорды – это те туфли, которые мы надеваем под костюм. Но если вы наденете эти туфли, вы будете выделяться. Вы можете себе представить эти туфли с синим или светло-серым костюмом? Они будут выглядеть отменно. Давайте посмотрим детально на кожу, я имею в виду броги. Броги – это вырезы и перфорирование кожи. Это кропотливая работа как внутри, так и снаружи. Они прямо вырезают все эти мелкие детали в туфлях. Вот этот рисунок на носке называется медальон. Вся эта работа по отделке туфель делает их немного более нарядными. Я бы не рекомендовал надевать такие туфли на вечеринку в смокингах. Но для бизнес-костюма, если вы хотите выделиться и выглядеть круто, это отличный вариант. Следующие в списке – кожаные теннисные туфли. Не путайте их с классическими кожаными теннисными туфлями. То, что я имею в виду, это привнести сильный яркий цвет. Например, как вот эти синие. Только взгляните на этот цвет. Это очень приятный синий цвет с контрастной белой подошвой. Вы заметили, что у них шнурки идеально подходят под верхнюю часть обуви. Но можно заменить на белые шнурки. Такие туфли можно надевать как с простым образом, шорты, пола. А также для более нарядного образа с темными джинсами и спортивным пиджаком. Если для вас это немного скучно, тогда взгляните на эти. Да, у нас по-прежнему белая подошва, но вы посмотрите на верхнюю часть. Посмотрите на узоры и дизайн. У них есть небольшие крылья, медальон на носке. Они очень похожи на костюмные туфли. Но, конечно же, мы понимаем, что это кроссовки, и эта раскраска делает их заметными. Если вы не понимаете, как совмещать такую расцветку с вашим гардеробом, просто возьмите себе на тон темнее, но сохраните стиль. Как тут. У нас белая подошва, но посмотрите на этот коричневый верх. У них также сохраняется классический стиль. Есть крылья и медальон с узорами. Очень красивая обувь, которую можно надеть как более нарядно, так и попроще. Это будет весело, и они выделят вас из общей картины. Следующие по списку – это двойные монки. Я фанатею от этого дизайна. От них просто дух захватывает. А этот цвет – багряный с отблесками. Очень красиво. Эти ботинки будут выделяться не только из-за своего дизайна, но также из-за этого цвета. Ну что, если этот цвет для вас слишком? Не проблема, можно просто попробовать другой. Вот есть точно такая же пара, только в коричневом цвете. Если вы действительно хотите добавить специй, то вам помогут текстуры. Зеленая замша, вы когда-либо видели такие ботинки? Возможно, нет. Когда вы наденете такие, то вся остальная обувь сразу займет второе место после них. Вам будут постоянно говорить комплименты. Раз уж мы начали говорить о ботинках, тогда рассмотрим и костюмные ботинки на шнурках. Чтобы определить костюмные ботинки от Casual, достаточно взглянуть на подошву. Очень похоже на машины, как отличить легковушку от грузовика. Просто смотришь на шасси. Когда вы взглянете на подошву костюмных ботинок, то, как и в случае с туфлями, у них очень схож дизайн. Начиная от каблука и до самого носка. Очень изящные линии. У Casual ботинок дизайн более неряшливый, громоздкий. Очень похож на рабочие ботинки. В этом нет ничего плохого, просто такие ботинки более Casual. Так что такие ботинки можно надевать с повседневными костюмами. Или с черными брюками и спортивным пиджаком. А также можно надеть с темными джинсами. Дизайн у таких ботинок очень простой. Темно-коричневые. Заметили, что есть небольшой контраст между шнурками? Вы можете выбрать менее или более выделяющиеся шнурки. Но что, если вам вдруг захочется привнести пару красок в такие ботинки? У нас в помощь идёт медальоны и перфорирование. Вот такие вот ботинки будут более нарядными. Но зачем мы тут собрались? Нам нужна такая обувь, которая привлекает к себе внимание и вызывает восторг у людей. Давайте поговорим о контрасте. Взгляните на эти двойные монки. Вы только посмотрите на цвета. Насыщенный тёмно-зелёный и тёмно-коричневый. Очень контрастная кожа, медальон и крылья. Но, конечно, всю погоду делает контраст кожи. Господа, с чем бы вы не решили надеть эти туфли, будь то кэжуал костюм или тёмные джинсы с рубашкой, вам потребуется подобрать одежду в строгом стиле. Потому что эти туфли сделают шоу и украдут всё внимание к себе. Конечно, не все на такое готовы. Скажем, вы бы хотели что-то более приглушённое. Взгляните тогда на эти челси. Заметили? Вся верхняя часть у них чёрная. Они не выиграют награды за оригинальность. Но вы только взгляните на эту резинку. Она зелёная и привлекает внимание. В чём прикол это, когда вы будете ходить в брюках или костюме, люди будут замечать этот сверкающий зелёный цвет. В этом вся суть. Уверен, что кто-то из вас скажет. Антонио, завязывай, мне очень нравятся цвета, так что давай, показывай. Друзья, смотрите на эти оксфордские броги. Посмотрите на эти три тона. Начиная сверху вниз. Это коричневый, затем оранжевый и внезапный тёмно-каштановый. Уверяю вас, когда вы пойдёте к своему партнему подгонять длину брюк под себя, вы попросите укоротить брюки ещё повыше, чтобы все видели эти туфли. Ребята, хотите узнать, из чего сделаны туфли? Я позаботился об этом и приготовил для вас видео. В нём я говорю и показываю, какая конструкция у туфель. Что плохого и что хорошего. Какая прошивка и в чём разница между Гудьер и стишком Блейка. И чем отличаются туфли на клею. В нём я разрезаю такие туфли пополам и показываю, какими плохими они могут быть внутри. И да, друзья, никогда не покупайте дешёвые туфли.